Ну и далее обсудим главные события в мире. С нами на связи Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина». Здравствуйте. 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 Давайте начнем со свежего заявления спикера Майка Джонсона о том, что Палата представителей США планирует разделить законопроект о помощи другим государствам на четыре отдельных законопроекта. Поддержка Украины, поддержка Израиля, Тайваня и других потребностей национальной безопасности США. Вот все четыре пакета намерены рассмотреть в течение этой недели. Как думаете, почему предлагается вот такой вариант Джонсоном и какие могут быть подводные камни в этом разделении? Ну действительно, в принципе, для нас, для Украины было бы проще, если бы был просто проголосован тот законопроект, о котором шла речь изначально, который уже проголосован в Сенате. Да, то есть, тут и, в общем-то, это республиканцы, причем таких, той части, которая изначально выступала за такое разделение. Наверное, голосовать за тот законопроект, о котором уже шла речь раньше, это, но это было невозможно просто, так сказать, для силы потери политического лица своего. То есть, я думаю, что главная причина, конечно же, в этом. Ну, есть еще вот такая мысль, такая информация о том, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине деньги на оборону и поддержку экономики взаймы под залог доходов от замороженных российских активов. Об этом написали в Financial Times. Как думаете, насколько такой вариант возможен? Я думаю, что да, что этот вариант возможен, тем более, что, ну, как раз, кстати, спикер Джонсон об этом и говорит, да, то есть, вообще, как по мне, опасаться, ну, скажем так, ничего нового для Украины в данном конкретном случае не происходит, да, потому что, в общем-то, и объединенный законопроект, да, мы сколько времени видим, сколько все эти перипетии, сколько продолжались, и какие шантажи, и эти торги. Замедлить, ну, тоже вряд ли, да, что-то такое произойдет. Относительно того, что этот будет выглядеть план таким образом, я думаю, что это в той ситуации, которая сложилась, когда, насколько все затянулось, это неплохое решение, тем более, тем более, в политическом плане, когда на такой уровень уже вынесено вот этот вопрос финансирования за счет российских активов, это прорыв. И поэтому, я думаю, что, в общем-то, таких много сигналов, которые говорят о том, что, да, такое голосование возможно, и, ну, и оно, в общем-то, то, что это кредит, так сказать, да, там, или там разбит, скорее всего, что там, там, с одной части кредита, часть помощи, это, в принципе, в традициях Соединенных Штатов, и она, в общем-то, хорошо объясняется для избирателей. Хотя, конечно же, повторюсь, да, легче было бы изначально, если бы законопроект принимался тот, который есть, но посмотрим, как будет. Да, будем ждать решения, возможно, на этой неделе уже. В Штаты приехал чешский премьер Петер Фиала, он уже встретился с президентом Джо Байденом. Говорили и о союзных отношениях НАТО, усилении оборонных возможностей самой Чехии, поддержке Украины. И, в частности, Чехия сейчас заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Киева, и ведет работу над получением еще 300 тысяч. Вот как вы, в общем, оцениваете роль Чехии в последнее время в мировой политике? Потому что, вот, некоторые эксперты говорят, что Чехи скоро могут занять вот такие лидирующие позиции. Ну, относительно лидирующих позиций, я думаю, что логика в этом есть, но, скорее, речь идет о центральноевропейском регионе, центральной и восточной Европе. То есть это понятно, потому что мы увидели, да, вот то лидерство, которое они проявили в отношении снабжения Украины боеприпасами, отношении снарядов, да, это, ну, беспрецедентно. Во многом можно говорить, да, то есть где-то то, что Чехия, кстати, возвращает свои позиции. Почему? Потому что, на самом деле, ну, это не сильно известно, но Чехия традиционно сильный игрок на рынке вооружений тоже была, да, то есть и какое-то время назад просто это стало уходить. Вот я думаю, что тут помимо непосредственно восприятия войны в Украине российской агрессии как угрозы для себя, есть еще и тот момент, что Чехия восприняла действительно этот момент как возможность для построения лидерства. Приблизительно, как мы это видим, вот активность Франции, как перед этим видели другие страны, думаю, да, поэтому, да, можно об этом говорить. А вот опыт Чехии, о чем вы говорите, он помогает сейчас ей вот искать эти снаряды, боеприпасы для Украины? Я думаю, что да, однозначно, учитывая, опять же, то, что президент Чехии военный, причем военный разведчик, то есть тот, кто имел отношение к этому процессу, да, безусловно, это, в общем, такое, сказать, можно, удачное совпадение вот этих факторов, конечно же. Вот, опять-таки, в Чехии считают, что Украина должна получить такую же поддержку, как и Израиль в ходе атаки Ирана. Вот Кирби заявил буквально накануне, что это совсем разные истории. Вот, по-вашему, реально ли это? Я думаю, что, ну, действительно, истории разные, однако не настолько кардинально разные, как в этом пытаются убедить, да, то есть часто, потому что, все-таки, скажем так, говорить о том, что вмешательство любой страны НАТО приведет к тому, что Россия будет считать, что это, она воюет с НАТО, но на этом не приходится говорить. Почему? Потому что, ну, есть, ну, есть, политика каждой страны тоже отдельная, да, это, кстати, то, о чем президент Франции Макрон говорил. Поэтому, я думаю, что все равно придет к этой поддержке. Вот, кстати, вот сейчас мы видим обсуждение возможности привлечения противовоздушной обороны Польши к прикрытию западных областей Украины, то, о чем говорилось буквально где-то меньше месяца назад, да, когда были залеты российских ракет в воздушное пространство. Поэтому, я думаю, что заявление Чехии, оно, в общем-то, тоже в этом ключе. То есть, я не думаю, что, в общем-то, не будем, да, реалистами. Однозначно, такой же поддержки, как Израилю, в отражении воздушных атак не будет. Все-таки, да, есть немного иная ситуация, но поддержка будет усиливаться, конечно. Еще одно событие, за которым все-таки пристально следят все, это переговоры очень важных персон мировой политики. Канцлер Германии Олаф Шольц в эти дни с визитом в Китае и на переговорах с Си Цзиньпином он поднимет, кроме прочего, вопрос войны России против Украины. О чем могут говорить лидеры? Будет ли Шольц склонять Китай поддержать, возможно, формулу мира Зеленского и таки приехать на саммит безопасности в Швейцарию? И вообще, в целом, чем важна еще эта встреча для мировой политики сейчас? Ну, в общем-то, уже есть первые даже известия о том, о чем говорили, о том, что китайские коммунисты, Китайская Народная Республика считают, что на конференции мира без России делать нечего. То есть, поэтому вряд ли мы более увидим, да, тут поддержку полностью формулы мира. Хотя на самом деле президент Украины еще в прошлом году об этом, в общем-то, предоставил такую возможность. То есть, имплементация, любая страна, которая, например, полностью не устраивает формулы мира, которая предложена Украиной, она может имплементировать, да, вполне конкретные пункты ее, которые ее интересуют. И много стран, в том числе глобального юга, выразителем интереса которых пытается себя поставить Китайская Народная Республика, поэтому пути пошли. Поэтому пока что, ну, скажем так, мяч на китайской стороне поля, да, то есть пока что у них есть возможность отреагировать таким образом. Ну и, в общем-то, все-таки, наверное, вряд ли можно говорить о том, что Китай откажется, да, от того, чтобы предлагать участие России в саммите мира. Но это, мягко говоря, нелогично. То есть это все-таки, так сказать, участие агрессора, президент, который находится под ордером Международного уголовного суда за одно из самых жестких преступлений, да, геноцидного плана, то есть за депортацию украинских детей, оно, мягко говоря, нелогично. Также, например, в 43-м году на конференции Сан-Франциско объединенные нации почему-то не приглашали Германию, да, то есть поэтому тут сейчас, да, ситуация несколько иная, но вот, тем не менее, вот предложение со стороны Украины остается для Китайской Народной Республики открытой. Ну вот, примут ли, подождем, совсем скоро уже состоится в начале лета этот саммит, но пока что есть вопросы у ПАСЭ к Путину, точнее, вопросов по сути нет, потому что они не признают его легитимность. Это решение принял юридический комитет Ассамблеи, в частности, вот отмечается, что ПАСЭ обратилась к странам-членам Совета Европы, странам-наблюдателям, то есть Соединенным Штатам, да, и другим, Европейскому Союзу и всех призвала прекратить все контакты с путинской властью, кроме гуманитарных. Это решение и рекомендации парламентской Ассамблеи, вот, они могут как-то повлиять на отношение политических элит к диктатору Путину? Ну, действительно, парламент, все-таки это решение комитета, да, парламентской Ассамблеи, поэтому говорить о том, что это, скажем так, обязательное к выполнению какое-то решение, естественно, не приходится. Более того, мне приходилось, например, разговаривать с депутатами Европейского парламента, это теми, которые поддерживают Украину, которые, в общем-то, тоже считают, что легитимность российской власти и легитимность Путина, она, мягко говоря, ее нет, да, почему? Потому что само по себе даже, вот, как организованы были выборы, это один момент, то, что они проходили на оккупированной территории Украины, на временно оккупированной территории Украины, это уже, в общем-то, основание не считать эту власть легитимными. И, в принципе, да, то есть было бы логично, чтобы такое решение было и принято. Ну, понятно, что речь идет о том, что, да, есть институциональный иммунитет у Путина и у российской власти, и с кем-то надо вести переговоры, это, в конце концов, ядерная страна, но мы видим много подобных решений, которые принимались и в Европейском парламенте, и в Парламентской ассамблее Совета Европы, другими институциями подобного плана. Это накопление, скажем так, это работа на накопление, которое, в общем-то, даст потом основание, когда изменятся обстоятельства, для того, чтобы действительно говорить о том, что Путин нелегитимен, что режим российский преступен. И это, я думаю, значение в этом, в первую очередь. Ну, а второй момент, все-таки, что очень правильно с юридической точки зрения вот это обоснование, что кроме гуманитарных контактов, то есть не полностью отрезать, а так вот, когда, например, в США признается государство террористом, как с Ираном было, то тоже гуманитарные контакты остаются возможным. То есть вот такое нарисовано изящное такое решение на будущее, когда вот эти решения начнут приниматься разными странами о нелегитимности действительно российской власти. Осталось только подождать, потому что в Гаге тоже заждались этого человека. Перейдем к довольно громкому событию, которое случилось вчера в Грузии. Там начались протесты, масштабные довольно-таки. Вот в Тбилиси накануне люди вышли к парламенту с заявлением, что они выступают категорически против законопроекта об иноагентах. Предыдущая попытка принять этот закон закончилась отзывом после столкновений народа с полицией. Вчера снова произошла драка даже в парламенте. Почему этот закон вызывает вот такие волнения уже второй раз? И к чему могут вот эти акции протеста привести? Ну, действительно, тем более, что мы у вас в эфире как раз на эту тему тоже уже и говорили. Это и, в принципе, то, что будет обострение, было прогнозируемо. И мы об этом говорили. И как раз дело в чем? Дело в том, что закон вот этот об иноагентах, он калькирует российский закон. И в условиях, когда, да, можно говорить, что есть, заявляется так, причем очень нахально о том, что якобы в других странах тоже есть подобные законы, на самом деле есть большая разница. Этот закон изначально создает презумпцию вины для тех, кто признан иностранным агентом. Более того, когда есть практика применения его как в Российской Федерации, да, то мы изначально тоже видим, что это, мягко говоря, превращается в такую недемократическую дубинку в руках у власти. Учитывая то, что власть его пытается протянуть уже второй раз, и несмотря на те протесты, которые были, несмотря на конкретную оценку, которая была дана Европейским союзом, да, и международным сообществом относительно того, что это за законы и грузинской оппозиции, учитывая то влияние России, которое есть, то, естественно, что вот это вызывает, мягко говоря, не то, что подозрения у общества, а вполне ощутимый протест, да, то есть относительно целей, зачем необходим этот закон, а он необходим для того, чтобы подавлять. Поэтому, естественно, такая реакция, и она абсолютно логична. Ну, как вы считаете, если его снова, вот сейчас, давайте, допустим, да, снова отозвали этот законопроект, пройдет, сколько времени прошло с предыдущей попытки, снова попытаются его внести, и снова выйдут люди, это какой-то вот такой бесконечный будет сериал «Замкнутый круг», или тут есть все-таки какое-то возможное решение, вот, без протестов, без водометов, чтобы этого больше не повторялось? Ну, к сожалению, пока что мы можем говорить о том, что, видимо, ну, вот, кстати, то, о чем мы у вас в эфире и говорили, что это принципиальное решение для пророссийских сил, и в первую очередь для самой России, да, то есть такое, оно символично, да, то есть просто, ну, вот, просто из принципа сделать так, продавить, протянуть, чтобы оно было именно там, где они потерпели поражение уже один раз. Это, ну, это альфа и омега такой русскомирской политики, да, то есть вот там нету даже рационального иногда объяснения, ну, просто это то, что надо, это как вот, там, 9, к 9 маю там что-то сделать, еще что-то такое, да, то есть вот оно. Поэтому, да, я думаю, это будет продолжаться, и, к сожалению, протесты в таком случае тоже будут такими же аналогичными тому, какие мы видим и сейчас. Так, давайте от грузи к Польше перейдем, там тоже, видим, в последнее время любят протестовать. Вот по поводу зернового вопроса выразился президент Польши, Анджей Дуда, и он подчеркнул, что эта проблема должна быть урегулирована на политическом уровне и призвал эту проблему решить всем вместе. Вот как трактовать такое заявление? Это, некоторые эксперты говорят, что это некоторая попытка разделить ответственность, что, мол, не только польские власти виноваты, что вот допустили такое. Ну, в принципе, политики во всем мире, они приблизительно одинаковы, да, хоть он даже, если ответ ответственный политик, то, естественно, он в первую очередь всегда думает о своих избирателях. И, ну, было бы странно, да, если бы было другое заявление, хотя на самом деле мы, надо вспомнить про генезис этого конфликта и предложения Украины, которые были по решению, да, то есть президент Украины вполне конкретно предлагал встречаться правительством на границе, да, потом эти были эти встречи, были, кстати, и встречи украинских представителей правительства с протестующими на границе, да, то есть такое тоже было. Поэтому я думаю, что, ну, сама по себе на самом деле тональность, она все-таки где-то такого настроена, да, на компромисс, потому что все-таки можно говорить о том, что избирательный цикл, да, он заканчивается, и в определенном смысле этот вопрос, да, где-то, наверное, ну, уже отыграл свое. Поэтому я думаю, что перспективы его решения, кстати, именно политическим путем, о чем Украина с самого начала и заявляла, действительно существует. Ну, это правительство Польши, кстати, планирует создать совет по сотрудничеству с Украиной. В него войдут представители науки, бизнеса, властей, местного самоуправления. Такое распоряжение подписал премьер Дональд Туск. Как думаете, с какой целью делается вот такое вот отдельное образование? Ну, тут, наверное, все-таки действительно это как реакция на вот эту кризисную ситуацию, которая произошла. Почему? Потому что удар на самом деле и по польской экономике, кстати сказать, и по имиджу Польши был достаточно серьезный, и оказалось, да, что, в общем-то, есть о чем и как говорить, да, поэтому и, в общем-то, логично, что инициативу нужно забирать у радикалов, которые в том числе очень часто, даже там они это могут не понимать, в темную, используются российскими спецслужбами, да, и направляются вот эти протесты. Я вот такой, вероятно, я думаю, что это вот такой момент, да, для большей управляемости ситуации, ну и будем надеяться, что для того, чтобы их избежать в будущем. Потому что действительно, вот, были инициативы Украины относительно переговоров, на этом фоне, в общем-то, нужно быть, выглядеть действительно, и не Варшава должна выглядеть тоже более живой и, так сказать, с доброй волей. О заявлениях Дмитрия Кулеба еще хочу спросить. После вступления Украины и Грузии в НАТО, Черное море должно стать внутренней акваторией Альянса, как Балтийское, вот это слова министра иностранных дел Украины, но ведь тогда получается, что там не должны находиться и корабли России, Черноморского флота. Ну, в Балтийском море российские корабли находятся, да, то есть, и, в общем-то, и там есть Балтийский флот, но, тем не менее, то конфигурация моря, которое сейчас выглядит, действительно, ни у кого не возникает сомнений, что оно внутреннее. То есть, после возвращения Крыма, после установления, восстановления Грузии и своего суверенитета над Абхазией, да, действительно, ситуация изменится, и однозначно, да, можно будет говорить о том, что тот кусок российской территории, там, с Западного Кавказа, с Новороссийском, это, в общем-то, будет, ну, не будет позволять России проводить дальнейшую агрессию. Тем более, что очевидно, что по итогам войны должна произойти демилитаризация Российской Федерации. Я думаю, что это тоже имеется в виду министрам, когда он говорит о Черноморье. По поводу Евросоюза и 14-го пакета санкций против России, сейчас я приступил к разработке этого пакета, и новые меры собираются утвердить до конца весны. Что, по-вашему, следует обязательно включить в этот пакет, и будет ли это? Ну, конечно же, как по мне, да, то обязательно должны бы были быть очень серьезные, такие суровые ограничения к возможности торговли Россией нефтью и нефтепродуктами. То есть то, о чем давно и очень абсолютно справедливо говорит Украина, то есть те вещи, которые наработаны группой Ермака Макфола, да, то есть это потолок цены на нефть. Это, кстати сказать, должны быть еще и действенные санкции для тех судовладельцев, танкеры нефтяные, которых занимаются этой торговлей, обеспечивают ее. Это, кстати, основная масса этих танкеров из стран Европейского Союза тоже, да, например, греческие. То есть вот то, как по мне, что должно было бы быть там. Но тут большой вопрос, насколько и как готов Европейский Союз к таким санкциям. Кстати сказать, еще бы вопрос о транзите через территорию других стран, да, товаров, например, там ограничение транзита через территорию Европейского Союза в Российскую Федерацию, потому что, например, используются порты Латвии и Эстонии для того же самого марганцевых руд, которые потом используются в сталелитейной промышленности, да, то есть, да, производства вооружений, да, то есть вот то, что происходит, как ввоз их на территорию России. Но тут, я думаю, что тут оптимизм пока что сдержанный, насколько радикально может быть пакет санкций этот. Ну вот еще, кстати, Украина хочет предложить внести полный запрет и на авиатранзит в Россию и Беларусь. Об этом вот премьер Украины Денис Шмыгаль сказал, процитирую, сказал, что наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы тоже не могли комфортно использовать небо Европейского Союза. Но вот нам действительно остается только ждать, пойдут ли на такой шаг в ЕС. Будем надеяться, что пойдут, потому что действительно тогда снова Россия ощутит все прелести санкций. Дмитрий, спасибо большое, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Дмитрий Левусь, политолог, международник, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» был на связи с Федерой.